Луганская гвардия Луганская гвардия Мы против той репрессии, которая сейчас скрывается. Если посмотреть республиканские каналы, почитать газеты, то в принципе все дружно борются с коррупцией, но к сожалению это только слова, а на деле мы ничего не видим. Мы поддерживаем более кардинальные действия, потому что это нужно было еще сделать вчера. Речь пойдет о трех людях, которых заставили написать заявление на увольнение по собственному желанию. Это мэры трех городов, которые поддержали борьбу с коррупцией Стаханова, Прянки, Красного Луча. Также идет воздействие и на человека, который возглавляет антикоррупционную комиссию, которая находится при власти. Украинская сторона тоже заинтересована в том, чтобы здесь в ЛНР не были выявлены казнокрады, предатели и коррупционеры, которые завязаны на Киев. В том числе структуры Украины сейчас делают различные вбросы в интернет против тех людей, которые могут пролить свет на эту ситуацию. Мы ждем, чтобы структуры и антикоррупционная комиссия, в принципе, выполнили свою работу. Мы хотим услышать настоящие именно тех, кто ворует у народа и зарабатывает на нашей войне, на крови наших соотечественников. Поэтому мы, общественное движение Луганская гвардия и люди, жители Луганской Норной Республики, требуем реальных результатов и реальных действий, а не слова и показуху. Скажите, вы против коррупции? Конечно против. А сколько нас грабить? Уже 23 года терплю эту грабежку. Гребут, гребут карманы, когда они нагребутся. И мы боимся, что опять и тут будет такое. Против коррупции. Вам есть что сказать? Конечно есть. Вот сейчас был митинг. У мальчика на футболке было написано «Лучшая народная республика». Я не вижу, что она народная. У народа воровать нельзя. Я считаю так. Да, конечно. Я думаю, я считаю, что рано еще пока праздновать, когда сотни тысяч людей голодные дома сидят. Надо сначала навести порядок, а потом уже, потом праздновать. Наш руководитель, я слышала, призывает людей бороться с коррупцией. А может лучше сначала не назначать людей, коррумпированных, варьё, на руководящие должности, да на все чиновничные должности. Может с этого начать сначала убрать их всех и назначить честных, порядочных людей. Не надо будет бороться с коррупцией. Сегодня день единения. И хотелось бы сказать, что давно бы пора объединиться. Магадан определенную публику ждет. Не дождется. Знают так, как у меня там отец живет. Вот. Все. Владимир Васильевич. Да. Ну, какое время, такое руководство. А какое руководство, такое время. Хочу поздравить всех россиян с Днем Объединения всех русских людей. Мы присоединяемся. Мы с вами. Сегодня праздник день единства, да. Но я не о таком бы единстве слушала. Не о таком бы празднике. Праздник такой, не в такое время. Там на передовой. Голодные, холодные. Они тут молодежью. Воспитывают молодежь. Чему они воспитывают? Воспитывать надо патриотизмом, а не о этим стрибкам. Не в такое время стрибать. После войны. Как на Майдане скопали. И здесь скачут. Это что, одно и то же получается. Нигде нет даже никаких символов российских флагов. Что это ничего не говорится, что мы с Россией вместе. Что это что уже получается. Что мы уже не хотим к России. Не стремимся. Ни одного слова не о празднике. О том, что мы солидарны с Россией. И отмечаем День Единства, как и россияне. И в чем это? Нигде. Ни одного российского флага в городе. А ведущий? Ай, він мене пробачен. Ну, с такой пузякой. Треба на передовой быть, а не выстребки. Да мне не надо стрибать там. Я с стороны куды не вожу. Да не надо и стрибать. А ему с таким пузяком прыгать. И чего мы веселимся? Чего мы веселимся? Что область свою освободили. Так наши люди остались. Еще война идет. Под оккупацией. Ходят эти все бандеровцы там показывают. Как по своей земле собственной. Да еще на мове западенской там разговаривают. А люди зашуганные показали на рынке в станице. Эти проходят толпой. Вот эти рожи толстые. А там люди сидят. Боятся эти продавцы все. И от этого мы веселимся. Кто-то на передовой обеспечивает спокойные ночи. А здесь идут танцы. Пляски. Ну, идите потанцуйте на линии соприкосновения. На разминировании пусть потанцуют. А там, где ребята тоже гибнуть продолжают. Или люди на растяжках, где подрываются, где не разминировано. Это что за пляски на костях? Продолжение следует.